Смотри, у нас Шатер Пиксель Данжо, прохождение Гладиатора. В прошлой серии мы остановились на том, что подошли к боссу. У нас на данный момент вот такая вот экипировка. Это Удача, Амфибия, собственно, Куб Соли, увеличить время сытости. Также у нас присутствует вот такая вот экипировочка. Собственно, по навыкам, что у нас? У нас такие вот данные навыки. Вот, мы двигаемся к боссу. У нас задача вылечиться. Лечимся. Мы полностью. Полностью вылечились. Возможность открыть карту. Открыли карту. Посмотрим, где эффективнее всего. Учитывая то, что мы Амфибия, нам, конечно, эффективнее с правой стороны. Точнее, с левой, потому что тут меньше воды, тут больше воды. Посмотрим. Собственно, ее к джелу говорит, что он нас видит. Ничего, могу сказать, у него хорошее зрение. У нас почему-то демонический демонопоклонник появился. Непонятно, правда, почему. Это идея не должно быть. У нас, собственно, две длани. Давайте посмотрим. Это у нас гнилая и земля. Ну, раз мы выбрали эту сторону, давайте приберем сюда. Да, по идее, против них работает полет и работает, собственно, защита от урона по площади. Давайте их подождем. Как вы видите, мы быстрее их, раза в четыре. Из-за этого у нас все плохо. Как вы видите, она нас даже умудрилась укоренить. Давайте включим левитацию, либо пробуем телепортацию лучше. Земля нас будет постоянно укоренять. Для земли это нормальное явление, поэтому не стоит особо рассчитывать на то, что нам повезет в этом вопросе. Блин, это по-новому, да? Ну, ладно. А что я не сделал? Я не сделал арены. Не сделал арены. Ладно. Не будем мы изобретать велосипедов. Будем пробовать так. Делаем амфибию. У нас постоянно, как вы видите, сжимают. У нас укоренила земля. А едкая слизь нам дала дебаф на едкой слизи. Чтобы от него избавиться, нам нужно стоять в воде против нее. Дебаф едкой слизи очень мощный. Давайте его снимем. И вернемся. Но опять же, мы не сможем, скорее всего, против них драться. Нас укоренили. Мы сейчас будем получать маг урон. Блин, я капец как не подготовился. А чтобы вы понимали, вот этот свиток можно было превратить в свиток антимагии и не заморачиваться. Но я, конечно же, в этом вопросе протупил. Давайте ударим это. Обратите внимание, урон... А, у нее земля. Земля, земля, земля. Все ясно. А земляную дуань, чтобы вы понимали, нужно бить, когда вокруг нее как можно меньше травы. Она получает меньше урона, когда вокруг нее очень много травы. То есть, как вы видите, урона она значительно меньше получает. Как вы видите, земля нас пытается добивать. Давайте ударим ее натиском. На самом деле, мы просто не подготовились. Нам нужно было подготовиться. То есть, нам нужно было еще раз колхи... А, у нас притянули к месту. В первую очередь надо убить землю. Потому что земля нам будет очень сильно мешать. Собственно, мы убили землю. Теперь можно уже начинать с этой. Гнилой бланью. Как вы видите, мы получаем урон все равно. Давайте вместе с вами попробуем вылечить его. Либо у нас, чтобы избавиться от урона, можно использовать как яд. Мы получаем иммунитет. Тем самым, нам становится на ее урон по площади все равно. У нее кровотечение там должно быть чуть ли не 50 уже. Давайте посмотрим, сколько у нее кровотечения. А у нее, смотрите, кровотечение низкое. На самом деле, удивительно, почему так мало урона у нее проходит. Просто она уже по ней должна была погибнуть. Потому что у нее кровоток там вообще чуть ли не в 50 должен быть уже. Да, видите, то есть она погибла, по сути. Да. У нас висит яд, из-за этого мы не будем получать урон от яда. Но потом, когда уже урон от яда закончится, мы начнем получать урон. Это не, собственно, тьма сгущается. Это свет и огонь. Что касаемо света, это обычная дла, ничем напряжательная. Единственная она в дальнем бою очень неэффективная. Огонь, ну, собственно, против огня. Он будет нам постоянно высушивать землю. Поэтому огонь в этом вопросе для нас хуже, да, чем свет. Поэтому ждем, пока хотя бы одна дла не до нас доползет. Давайте включим ментальное зрение для того, чтобы просто иметь представление, где эти чудо-длани гуляют. Собственно, нас подожгли. Собственно, иммунитет к огню. Наше все. Ждем, пока они до нас доползут. Вот они у нас присутствуют. Давайте начнем раздамаживать. По идее, надо огненную сначала убивать. Но я думаю, мы и с ржавой справимся. Точнее, с ржавой, это у нас светлая дла. Кастуем на себя защиту. Не забываем периодически двигаться для того, чтобы не получить меньше урона получить. От Йогджелла он своими лазерами стреляет. Одну мы дла не убили. Точнее, как сказать, не убили. Она, наверное, еще живая. Кроме, нам не написали, что она погибла. Кастуем на себя защиту. Как вы понимаете, у нас иммунитет на огне. В данный момент у нас дебаф пропитан огнем стоит. Поэтому мы, по сути, с ней равны этой дланью. Учитывая то, что нам на нее все равно. Но мы, скажем так, не сильно готовы. Мы настакали. Давайте ударим Йогджеллу. Следующая стадия – это Ржавая Тьма. Что из себя представляет Ржавая? Ржавая – это у нее очень жирная. В плане того, что по ней очень мало урона проходит. И она вас будет пытаться драться с ней в милишном бою. Она вас будет замедлять. Как балласы. Сейчас я покажу, как это выглядит. Собственно, как вот это вот балласы. Они тоже имеют свойство замедлять. Вот, собственно, вверху это написано. При попадании. Давайте подождем, пока наши чудо-длани до нас доползут. Привязки к воде у этих дланей нету. От слова никаких. Поэтому ваша задача просто им накидать урон. Обратите внимание, мы неудачно стоим, потому что нас бьют в данный момент две длани. Мы можем кастануть под себя землю, но она нам не поможет, потому что ее к джелу периодически будет стрелять. Как вы видите, я только об этом сказал, а он сразу же выстрелил. Прямо как знал, что он будет стрелять. Нам прыгает демон. Поэтому давайте убежим. Также по нам стреляет тьма магии. Обратите внимание, у нас хп начинает уменьшаться очень сильно, очень резко. Их проще всего, конечно, убить каким-нибудь либо ядом, либо огнем. У нас присутствуют оба эти стихии. Давайте, не знаю, зловоние, например, на них поставим. Не ударим вот эту длань. У меня, собственно, пошел отложенный урон. Как вы видите, нас бьет тьма. Нам очень больно. Давайте выпьем землю исцеления. Как вы видите, нас зажали. Это говорит о том, что нам нужно одного из противников от себя телепортировать. Самый лучший способ, конечно, телепортировать от себя. Собственно, металлическую длань, потому что тьма, она постоянно от нас сама телепортироваться будет. Нам даже при этом ничего делать не надо будет. Собственно, вот наша ржавая длань, которая нас очень сильно любит замедлять. Обратите внимание, по нам стреляет эта тварь под названием тьма. Давайте ее подождем за поворотом. Как вы видите, мы ее подождали. Темная длань, атакуем ее. Сейчас по нам дживо выстрелит еще. Уклоняемся от него. Как вы видите, мы начали промахиваться. Собственно, финальная стадия. Нам говорят, что надежда это иллюзия, но мы его будем пытаться убедить в обратном. Давайте его натиском ударим. Мы, собственно, его убили. Собственно, убили ее к дживу. В принципе, ничего особо сложного не было. Единственное, не давайте себя зажать и по возможности ставьте арену. Арену я имею в виду вот этот вот свиток вызова. Вот. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok